МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Невзирая на болезни, он пел на сцене до последнего. Не стало Владимира Конина. Приезд министра экологии и 2017 саженцев. Итоги акции. Зелёный щит. Недетские разборки. Нянечка детсада ударила мужа ножом. Не хватало одной зарплаты, решилась на преступление. Замерщица окон похитила почти полмиллиона рублей. Вернулись в свои кабинеты, но не узнали их. В консультативно-диагностической поликлинике начался частичный приём пациентов. Новая спортплощадка. Воспитанники Балкаша готовятся получить приятный подарок. Локомотив сильнее. Нефтехимик проиграл второй матч подряд. Об этом не только. Прямо сейчас в студии Вадим Струминский. Здравствуйте. Не стало музыканта с большой буквы, яркого артиста, певца и педагога. На 71-м году жизни перестало биться сердце заслуженного работника культуры Татарстана Владимира Конина. Ещё молодым он приехал на учёбу в музыкальный колледж Нижнекамска. И спустя несколько лет покорил эстраду. Сегодня о нём вспоминают коллеги, друзья, ученики. Этот концерт Рахманинова Ельмира играет в память о своём учителе, наставнике и друге Владимире Конине. Принять его уход тяжело. Не помогают ни стены класса, ни фортепиано, ни даже музыка. В этом классе всегда царило спокойствие, доброта, любовь. Он очень много нам дал. И сейчас чувствуется такое опустошение. Не хватает. Ну, опустел сразу класс. Не хватает этой души. Он нажил в нас всю душу, всю любовь. Владимир Конин всю свою жизнь посвятил служению искусству. Его талант педагога боготворили. Умением никогда не отказывать в помощи поражались. Его голосом восхищались. Каждый раз, выходя на сцену, Владимир Конин отдавал частицу своей души. И даже тяжёлая болезнь не сломила артиста. Пел он до последнего. Этот человек обаятельный, красивый, замечательно, прекрасно он мог ориентироваться во всём. И не только в музыке. Он очень много знал. Он обладал великолепным просто по красоте, по объёму голосом. Его всегда сравнивали с Лещенко. Если мы говорим о том, что мы рождаемся для того, чтобы что-то сделать на этой земле, то он сделал. Он принёс музыку, вокальную музыку. Он вложил туда всё своё сердце, всю свою душу. И голос его был прекрасен. И он пёл до самого конца. Даже когда он был очень болен, это единственное, без чего он не мог обходиться. На последнем конкурсе, когда я здесь была, я слышала, он пел. И я удивилась, что он всё-таки был не совсем здоров и уже в таком возрасте. Но так самозабвенно пел. Просто, вы знаете, я поразилась. Думаю, голос-то звучит. Вот у больного человека, кажется, душа-то она же не болеет. Она ведь поёт. Посвятился я полностью до последних дней буквально служению музыке и искусству. Когда мы с ним вчера в сентябре разговаривали о планах, я говорил, «Ничего, Владимир Васильевич, отдохнёте ещё?» Говорю, «Как настроение работать?» Он говорит, «Да, я хочу ещё работать. У меня ещё много творческих планов». И действительно, он два раза в год давал сольные концерты. Хоть у него и состояние здоровья уже и не позволяло, но он жил на сцене. И это вот как настоящий артист. Хочется проводить его аплодисментами. Владимир Алексеевич будет похоронен в городе Кстово Нижегородской области. Память о нём навсегда останется в сердцах нижнекамцев. Наталья Лушникова, Евгений Лызаев. Новости НТР. Наш город сегодня укрылся зелёным щитом. Так называется традиционная акция, в рамках которой лесополосу Нижнекамск-Нефтехима украсили 2017 саженцев. Рябины, берёзы, сосны, ели. Посадку возглавили министр экологии Татарстана Фарид Абдулганиев и мэр Нижнекамска Айдар Медшин. Сотрудники промышленных гигантов, управляющих компаний, лесхоза и детского эколого-биологического центра добрых традиций не нарушают. Из года в год они украшают город, высаживают деревья. Природа, в свою очередь, не оставила их без подарка, поблагодарила солнцем и теплом. Мы же посчитали по тем деревьям большим и по вывескам рекламным, где конкретно наши деревья растут. А, где мы именно сажали. А зачем вы всё-таки посчитали? Ну, чтобы знать, как наш труд, как сказать, в конечном итоге. Хорошо посадили, нехорошо, прижились, не прижились. Да, проработаем ещё пару лет, тут ещё, дай бог, и будем сюда возвращаться вспоминать. Рябины, ели, берёзы, осины до сегодняшнего дня за саженцами ухаживал Нижнекамский и Сабинский лесхозы. Именно там деревья готовились к посадке. Сегодня их высаживают возле главной магистрали, ведущей в промзону. Лет через 10 здесь появится настоящий лес. Поддержать акцию приехал министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. Вместе с главой города они высадили больше десятка пушистых елей. Что такое полгектара леса? В солнечный день, это значит, около 100 килограмм углекислого газа будет захвачено этим деревьями. И примерно такое же количество кислорода посадит в атмосферу. Полгектара леса – это около 20 тонн пыли, которая будет принимать на себя эти растения ежегодно. И поэтому, когда идёт такая высадка, когда идёт она масштабная, это, конечно же, сказывается на общем состоянии экологии. Акция с красноречивым названием «Зелёный щит» проходит в Татарстане больше 11 лет. В этом году в Республике было высажено 200 миллионов деревьев, а сегодня в Нижнекамске – 2017 саженцев. Это почти один гектар леса. На протяжении последних пяти лет мы высаживаем более 15 тысяч, а в этом году почти 25 тысяч зелёных насаждений. И не только в районе санитарно-защитной зоны, но и в городской части, в наших сёлах, населённых пунктах. Поэтому вот эта важная составляющая, посмотрите, как много людей, как много тех, кто в этом участвует. И взрослых, и детей. И результат можно посмотреть совсем близко. Я ещё раз говорю, 11 лет назад это всё казалось таким же небольшим, как и сегодня. А вот через непродолжительное время это уже вырастает в такой лес. Сотрудники лесхоза обещают заботиться за саженцами, как минимум, пока им не исполнится 5 лет. Регина Слюманова, Евгений Лозаев, Новости НТР. А сейчас премьер-министр Татарстана Алексей Писошин в компании министра экологии Республики и мэра Нижнекамска находятся на комплексе Танека. Они посмотрели, как на предприятии решаются экологические задачи. И совсем недавно там же завершилось расширенное заседание Оргкомитета по проведению года экологии в Республике. Какие вопросы обсудили, а решение приняли, узнаете завтра в итоговом выпуске новостей. Пока к другим темам. В Нижнекамске неизвестно оторвали хвост котёнку и оставили умирать на улице. В критическом состоянии его нашла телезрительница НТР, которая обратилась к нам в редакцию. Мы не могли проигнорировать поосьбу о помощи. Сюжет Эльвиры Софиулиной. Ирина Уланова обнаружила кошку, когда возвращалась домой. Сначала девушка заметила хвост, лежащий на лестнице. А уж потом услышала его обладательницу. Малышка пряталась в углу в подъезде и громко плакала. Когда она встала, у меня вообще шок начался. То, что прям похоже по органу это все. Это можно просто взять и бросить. Если уж ты сделал больно, отвези, помоги. В кратчайшие сроки мы отвезли котёнка в ветеринарную клинику. Девочка совсем не сопротивлялась. Было видно, животное напугано и обессилено. Это подтвердили и в больнице. Кошка истощена и потеряла очень много крови. Чудо, что она до сих пор жива. Теперь уже сложно сказать, как кошка получила такие повреждения. Ясно лишь одно травма механическая. Постарался человек. Сейчас только зачистка раны была. Первая хирургическая зачистка раны. Освобождение от каловых масс. Потому что там все это на юге было. Сейчас просто это все чистенько. Нужно будет промывать это все. Пока слабое. Тяжелое. Животное тяжелое. Травму кошка получила несколько дней назад. По меньшей мере неделю. Пушистый комочек умирал медленной. Мучительной смертью на улице. Без возможности передвигаться, пить и есть. В то время как люди просто проходили мимо. Этот случай наглядно показывает, какими жестокими и бессердечными могут быть люди. Ветеринары не дают никаких гарантий. Шансов выжить у пострадавшей кошки немного. Сейчас ее на передержку забрала девушка, которая выходила не одно бездомное животное. Если вы хотите ей помочь, звоните по номеру 40 07 70. Эльвира Софиулина, Максим Липин, Новости НТР. Об этой теме нам сообщили телезрители. И если у вас тоже есть чем поделиться, можете связаться с нами по телефону 40 07 70 или пишите на сайт ntrdefis24.ru. А также присылайте фото и видео в мессенджер WhatsApp на номер 8 917 93 73 077. Заниматься спортом на свежем воздухе и на новых тренажерах. Такая возможность теперь появилась у воспитанников приюта «Балкыш». За счет сети спортивных магазинов вскоре появится спортплощадка. Работу со спонсорами приют ведет в рамках проекта «Сможем вместе». Гостевая комната – первое, что появилось в «Балкыше» по проекту «Сможем вместе». Здесь создали те самые благоприятные условия, на которые нацелена программа. Плазменный телевизор, столовая зона, мягкая мебель. Все для комфортного общения детей и родителей. Ничего такого здесь не было. Была комната, был административный кабинет, так скажем. Благотворительный фонд «В твою пользу» откликнулись. Помогли нам приобрести мягкую мебель, значит, кухонную, не кухонную, а столовую, вот такую зону, где детки могут с родителями попить чай. Журнальный столик, стулья, вот эти стеллажи. Обустроить комнату помогли предприниматели города, с которыми как раз работают в рамках проекта. Еще одно важное направление – профориентация. В приюте есть вот такая мастерская, где мальчишки с удовольствием орудуют инструментами. В планах ее обновить. Года три-четыре назад они были вообще другого вида, то есть были идеальные, хорошие, красивые. Но так как постоянно здесь что-то происходит, мальчишки мастерят и так далее, то есть он постоянно в работе, но, соответственно, он требует замены. Но это пока только планы. А что уже будет точно – спортивная площадка. Сейчас рабочие ее монтируют. Новый пятачок, без сомнения, станет любимым местом воспитанников, уверен директор. Ведь они давно этого ждали. Им хочется все-таки общаться, им хочется тренироваться, им хочется поддерживать себя в хорошей спортивной форме. И, соответственно, отсутствие такой площадки, как бы вот, ну, немножко было не совсем благоприятно для нас. Работа по привлечению спонсоров в проект продолжается. И задача здесь не в том, чтобы просто обустроить территорию или обновить интерьер приюта. Нужно создать комфорт для детишек, у которых трудная жизненная ситуация. А сделать так, чтобы они забыли о проблемах, сможем только мы. Сможем вместе. В Нижнекамске нянечка детского садика ударила своего мужа ножом. Случилось все во время домашнего конфликта. Сейчас мужчина находится в больнице, а его жена дала показания полицейским. По ее словам, они отдыхали вместе в своей квартире, немного выпили, потом девушка легла спать. Муж попытался ее разбудить, но переусердствовал. Начал тормошить, даже ударил по лицу, и девушка схватилась за нож. Уголовное дело пока не возбудили. Полицейский сейчас уточняет все детали произошедшего. Только после этого можно будет говорить о каком-то наказании. Нижнекамка тем временем уволилась по собственному желанию. В детском садике она проработала всего два месяца. Нижнекамка решила поправить свое финансовое положение и совершила преступление. Замерщица ОКОН забирала часть предоплаты себе, хотя должна была полностью отдавать ее руководителю фирмы. Со временем бизнесмен заметил недостачу, это ни много ни мало 400 тысяч рублей, и обратился в суд. Приговор по этому делу уже прозвучал. Потерпевший в деле всего один, вот этот мужчина. Он владелец фирмы по установке пластиковых окон. В марте прошлого года бизнесмен нанял на должность замерщицу молодую девушку, которая позже обворовала его почти на полмиллиона рублей. Нижнекамка решила, одной зарплаты ей недостаточно. Получая предоплату от клиентов, часть выручки девушка забирала себе. За период работы с сентября по март присвоила более 400 тысяч рублей. Когда руководитель фирмы обнаружил растрату, дело дошло до суда. Действовал мужчина с корресным побуждением, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, имея в умство на присвоение верных и денежных целей, принадлежащих и пробег Мухаммеда. Эта судимость для Нижнекамки не первая. Она уже отбывала наказание в колонии-поселении за мошенничество. Свою вину обвиняемая признала полностью. Суд назначил ей два года условно. Если за этот период девушка совершит какое-либо правонарушение, она отправится в колонию на три года. Эльвира Софиулина, Максим Липин, Новости НТР. Консультативно-диагностическая поликлиника начала частичный прием пациентов в своем здании. Там полным ходом идет ремонт, и медики временно переехали во вторую поликлинику. Часть узких специалистов терапевтического профиля вернулась в свои кабинеты. Об изменениях, которые произошли, хорошо скажут эти кадры. Новая отделка радует не только пациентов, но и самих врачей. На этом строительные работы не заканчиваются. Только по их окончанию КДП заработает в прежнем режиме. Я здесь работала три года, но здесь было страшно. Ничего не сказать. Сейчас не узнавать. Молодцы. В ближайшее время планируется переезд всех остальных специалистов. Сейчас у нас идет до укомплектации кабинетов. Завозят остатки медицинской мебели. Как только все закончится, все укомплектуется, мы окончательно переезжаем сюда и начинаем уже функционировать в полном объеме. Можно ли станцевать вальс под хип-хоп? Оказывается, можно. В Батыре прошел турнир по спортивно-бальным танцам. Композиции, под которые пары показывали свое мастерство, порой удивляли. Увидите все далее. Когда знаменитый рэпер и продюсер Эмином писал эту композицию, он уж точно не мог представить, что под эту мелодию будут проводить соревнования по спортивно-бальным танцам. Не догадывались о таком развитии событий и авторы песни из мультфильма про красную шапочку. Но это произошло. А еще танго, самбо и старое доброе диско. Более ста юных танцоров приняли участие в фестивале по спортивно-бальным танцам. Одна из них – Елизавета Меншикова из Ижевска. В разговоре перед камерой она скромная, зато на паркете производит фурор. Мы занимаемся уже третий год, два года ездить по турнирам. Сколько у нас кубков, Лиза? Два кубка в паре. И первое, второе, третье место занимаем. Реже четвертый. И в этот день Лиза тоже не осталась без наград. Так же, как и все ее соперницы. Медали получили все участники. Ведь этот фестиваль имел цель не выявить лучших, а сделать так, чтобы на этот вид спорта обратили внимание. В таком городе люди относятся лучше к танцевальному спорту. Понимают, что это такое, знают, что это такое. Там, где проходят соревнования, там, где есть какие-то кружки, клубы. Как таковой танцевальный спорт у Нижнекамска не развит. О нем никто не говорит, его очень мало. Поэтому цель именно показать, рассказать о том, что есть такой жанр, очень интересный, именно вид спорта, как спорт. Организаторы фестиваля по спортивно-бальным танцам надеются, что все участники продолжат свою карьеру. Александр Комаров, Анастасия Попова, Рафаэль Ракипов. Новости НТР. Телекомпания НТР дарит свое эфирное время любителям снимать все происходящее в городе. Мы запускаем новый проект «Мобильный репортер». В программе покажут самые необычные, интересные, смешные видео. От аварий до природных явлений. В общем, все, что набирает множество лайков и просмотров в интернете. Первая программа выйдет завтра в 18.15. На очереди второй выпуск. И давайте сделаем его вместе. Пусть интересное видео в вашем гаджете станет достоянием общественности. Снимайте и присылайте нам. Это была программа «Мобильный репортер». Программа, которую мы делаем вместе с телезрителями. Все наши видео должны показать людям, как надо и как не стоит себя вести в той или иной ситуации. Адрес, куда можно присылать свои материалы, вы видите у себя на экранах. Также присылайте видео и записи, и аннотации к ним на адрес ntrdefis24.ru. До встречи. Далее вас ждет информация рекламного характера, новости спорта и прогноз погоды. Я с вами прощаюсь и напоминаю. Вы можете связаться с нами по телефону 40 07 70 или пишите на сайт ntrdefis24.ru. А также присылайте фото и видео в мессенджер WhatsApp на номер 8 917 93 73 077. До встречи. Магиру Гемодиеву мучают постоянные боли в плече. Она пришла в клинику и сразу же определилась со способом лечения. Выбрала курс магнитно-резонансной терапии. Уже на второй процедуре почувствовала облегчение, рассказывает пациентка. Раньше я на ноги принимала этот метод лечения. Мне очень помогло. Я поэтому стараюсь лечиться этим методом. Магнитно-резонансную терапию проводят на приборе Polymag 01, который выпускает Елатомский приборный завод. Работает он на основе импульсного магнитного поля, которое глубоко проникает в больное место и помогает снять отечность, воспаление и боль. Магнитная терапия широко применяется в кабинете физиотерапии. Магнитное поле обладает многообразным действием на организм. Наиболее доказанным и имеющим значение для клиники является противовоспалительное, противоотечное, болеутоляющее, седативное действие, улучшает кровообращение, разжижает кровь. Этот метод не обладает тепловым эффектом, поэтому отмечается хорошая переносимость у ослабленных больных, больных пожилого возраста, страдающих сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Кстати, прототипные и простые в использовании аппараты Елатомского приборного завода успешно применяются не только в лечебных учреждениях по всей России, но и в домашних условиях. Аппараты Елатомского приборного завода всегда пользовались у нас большим спросом в медтехнике. До конца октября в медтехнике цены на аппараты для населения значительно снижены. Вся линейка приборов представлена в аптечной сети ВАЗИФА и в магазине медтехника Набызова. В этом месяце действуют скидки. Три, два, один, ура! Еще минуты и сезон охоты за брендами открыт. Выбор в кулл прайс огромен. Десятки тысяч товаров, сотни брендов от известных производителей. Каждый день новое поступление и, что немаловажно, привлекательный ценник. Покупка с выгодой от 40 до 90%. Кулл прайс – это пришел, увидел, купил. Все продумано для удобства покупателей. Товар размещен по размерам и категориям. Мужчины, женщины, дети. Здесь никто не останется без покупки. Вот присмотрела для сына очень хорошую куртку, для себя ковсочку. Можно недорого одеть всю семью к новому сезону, так скажем, осеннему. Здесь приемлемые цены, все очень хорошо, все нравится. Я рада, что в Нижнеканске открылся такой магазин. А еще в день открытия магазина никто не остался без подарка. Каждому посетителю, заполнившему анкету, подарили небольшой презент и шанс стать обладателем седьмого айфона. Счастливчика определил розыгрыш. Кул Прайс рад видеть своих покупателей в торговом центре «Олимп» на третьем этаже с 9 утра до 9 вечера. Сегодня в новостях спорта. Неудача на финише, как волки встретили ярославский состав. Битва лидеров и неудача аутсайдеров. Краткий обзор 19-го тура чемпионата Татарстана по футболу. Об этом не только сразу после рекламы. Ни одна таблетка не заменит массаж. Но массаж может заменить таблетки. Авиценна. А может не авиценна? Главное – профессионализм. Профессиональный массаж для красоты и здоровья. Классический ручной и корректирующий аппаратный. В НКВД. Телефон 43-89-99. Современные модели слуховых аппаратов в центре «Радуга звуков». Незаметные внутриушные для детей и взрослых. Телефон в Нижнекамске 32-33-53. Ваша электромясорубка требует ремонта? В магазине «Тысячи мелочей» огромный выбор запчастей для электромясорубок различных марок. В наличии и под заказ. Подарите вторую жизнь своей мясорубке. Проспект Мира, 105А. Агропромпарк ждет вас за покупками. Каждую пятницу и субботу. Завозы собственных подворей. Внимание, цены ниже ярмарочных. Говядина по 285 рублей за килограмм. Требуются водители, механизаторы, рабочие по благоустройству, слесари. Полный соцпакет 39-31-30. На телеканале НТР обзор спортивных новостей. В студии Кирилл Довкаев. Здравствуйте. Поезд оказался не по зубам. Речь о хоккей. В последнем матче третьей домашней серии нефтехимик принимал Ярославский локомотив. Равная игра множеству острых моментов и обидное поражение. Подробности далее. Из голодавшихся по победам локомотив на всех парах ринулся прямо в пасть волчьи ста. Игра предвещала быть зрелищной, таковой и получилось. Вплоть до середины первого периода команды проверяли на прочность вратареи. А проверять было кого у локомотива неприкосновенность своих владений отставил Мурыгин. Счет открыли ярославцы. На старте девятой минуты гости изменили цифры на табло. Оставшиеся 12 минут нефтехимик провел очень активно и в меньшинстве отстоял, но и в большинстве отличиться голами не сумел. По итогам первый период остался за локомотивом. И это несмотря на то, что по количеству бросков наши лидировали в двукратном значении. Второй период. Здесь по традиции нефтехимик и раскрывает свой потенциал. Так и получилось. Раскатать железнодорожников получилось лишь к экватору встречи. На 31-й минуте Волки все же прогрызли брешь в обороне локомотива. Сексен с передачи Грабаренко восстановил паритет. К перерыву локомотив трижды оставался в меньшинстве, но успешно его нейтрализовал. Впрочем, нижнекамцы свое меньшинство отстояли. Да только вот под занавес гости смогли все-таки выйти в лидеры. Буквально за пять секунд до концовки игрового отрезка локомотив забил. На перерыв железнодорожники ушли, ведя в счете 2-1. Мне нравится эта команда. И почему именно я болею за эту команду-то? Потому что вот все-таки вот когда разбилась команда, да, и мы были в городе Ярославле, и болели также за команду локомотив. Мне нравится эта команда, нравится игра этой команды. То, что они смогли подняться, несмотря на эту трагедию, которая произошла с этой командой. И поэтому я сейчас всегда поддерживаю эту команду. Поэтому я хочу, чтобы сегодня она выиграла и победила. И я так думаю, что команда выиграет и победит нижнекамцы в тихом. Третий период для нашей дружины ознаменовался не самым лучшим образом. Три минуты упорной борьбы за шайбу обернулись пропущенным голом. Если перевести шайбу в зону соперников в нашу удавалось, то надолго она там не задерживалась. Локомотив же в свою очередь не только проходил к нашим воротам, но и моменты для бросков использовал успешнее. Итог 3-1 в пользу локомотива. Думаю, что играли хорошо, все ребята выкладывались на 100%. Где-то не повезло, где-то я не потащил в нужный момент. И так что будем работать над ошибками и двигаться дальше. Как цел свою игру, свою команду? Может, они сильно ли мы уступили и вообще уступили ли в мастерстве? Я думаю, нисколько мы не уступаем. Я думаю, наши ребята выходят на каждый матч и доказывают, что они чего-то стоят. Я думаю, неплохая была игра. Она, мне кажется, такая равная была игра. Туда-сюда. Вот. Ну, мы, наверное, просто использовали ошибки там, ну, в каких-то моментах забили эти голы, да. Ну, нас вратарь где-то чуть-чуть, может быть, подворочил. Спасибо. Ребята старались, но такие матчи случаются. Мне что-то у нас стали случаться очень часто. Стараемся. Никого не могу упрекнуть в желании. Шайба не идет. Все переживают, но от этого никому не легче. В том числе следующий матч. Серия выдавилась не самой удачной, но команда показала характер и без очков не осталось. Да и игра Нижнекамской дружины позволяет надеяться на дальнейшее светлое будущее. Тем более, что в Куковой восьмерке Восточной конференции нефтехимик сейчас замыкает пятерку сильнейших. Теперь от дзюдо Нижнекамский борец стал бронзовым призером крупного всероссийского турнира, который прошел в Балаково. Там состоялось первенство во вооруженных сил Российской Федерации. Наш город представлял воспитанник спортклуба нефтехимик Элемир Садыков. Спортсмен тренирует его отец, также именитый дзюдоист Фаргат Садыков. В соревнованиях участвовало более 250 человек из разных регионов страны, в том числе Кавказских республик. Элемир выиграл в пяти из шести схваток с сильнейшими спортсменами и завоевал бронзовую медаль. Первенство на призы вооруженных сил Российской Федерации является отборочным всероссийским первенством, которое в этом году пройдет в Ялте. Теперь перейдем на трассу пересеченной местности. На учебно-тренировочной базе «Алмаш» прошло республиканское первенство по кроссу среди лыжников-гонщиков на призы спортклуба нефтехимик. В массовых забегах приняли участие спортсмены из всех ведущих спортивных школ Татарстана. Всего в забегах участвовало около двух сотен лыжников. Мужчину и юноши на кроссе было в два раза больше, чем представитель слабого пола. Помимо татарстанских спортсменов, вызов приняли и представители Удмуртии. В зависимости от возраста и пола, лыжники-гонщики бежали дистанции от одного до пяти километров. Нефтехимики завоевали пять наград высшей пробы, четыре серебра и пять бронзовых медалей. Первыми из их возрастных группах стали Анна Чумакова, Роман Прокопьев и Максим Антонов, Вера Герасимова и Людмила Бусыгина. В завершении выпуска поговорим о футбольном чемпионате Республики. Речь пойдет о матчах 19-го тура, который для нижнекамских команд сложился не самым удачным образом. Дублеры нефтехимика на домашнем поле принимали одних из фаворитов – первенство в Казанской моторакадемии. Уровень мастерства сказался на результате. В нижнекамской дружине много молодежи, так что итоговый счет на табло вряд ли мог стать сюрпризом. Стоит и дать должное, без боя наши парни не сдались. На три мяча академиков наши ответили одни в исполнении Дмитрия Каменщикова. Другая нижнекамская дружина – Шинник – играла на выезде. Матч с Бугульмору-Наком можно назвать центральным матчем тура. Встречались два обладателя главного кубка чемпионата. И счет на табло в итоге оказался под стать уровнем соперников. Практически всю игру команды так и не смогли открыть счет. Борьба за победу и заветные три очка шла упорно. В итоге успешными в своих действиях оказались Бугульминцы. Под занавес матча на 89-й минуте они забили ворота с Махваловым мяч, который и решил исход встречи. 0-1 поражение Шинника. Ну а на сегодня у меня все. Смотрите далее в эфире НТР прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь и напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70, а также по средствам сайта ntrdefis24.ru. До встречи в эфире. Ура! Выставка распродажа продолжает работу. Тюль, паттеры, органза, печать, вуальт. Возможен индивидуальный пошив. ДК Альфа ждем только вас. 13 октября в Нижнекамске облачно. Температура воздуха днем плюс 10 градусов. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Сухая погода продержится в Нижнекамске до воскресенья. Но это если верить прогнозам. Что говорят народные приметы, расскажут наши юные синоптики. Воспитанники детского сада 94. Спонсор рубрики – выставка распродажа штор. Хотите сделать ремонт, но финансы, как говорится, поют романсы? Не печальтесь, выход есть. Поменяйте шторы, тюль, портьеры и ваш дом преобразится. Кстати, как раз сейчас проходит выставка распродажа в ДК Альфа. Здравствуйте! Сегодня мы расскажем приметы осени. Большое урожай на ягоды и свинах в холодной зиме. Большие муравейники, правильные, строгие, химии. Если много рябины, осень будет дождливой, мало сухая. Появление комаров в поздней осени в мягкой зиме. Ура! Выставка распродажа продолжает работу. Тюль, портьеры, органза, печать, вуальт. Возможен индивидуальный пошив. ДК Альфа ждем только вас! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин